Компания «Газпром Трансгаз Томска» открыла свой музей. И там есть на что посмотреть. 40-летняя история предприятия, как взгляд на развитие всей Сибири и создание новой газодобывающей отрасли российской экономики. Это первый подобный музей за Уралом и один из самых высокотехнологичных в структуре «Газпром». Определение музея в привычном нам понимании со стендами на стенах и пыльными экспонатами явно не про это место. Современные подходы в подаче информации и новейшей технологии погружают посетителя не просто в историю предприятия, но и в эпоху развития газовой отрасли на востоке страны. Вы присутствуете на торжественном открытии высокотехнологичного музея, вобравшего все новшества, которые есть в музеях на сегодняшний день. Это позволило нам мечтать и вот наше мечто воплотить в реальность. В семи залах собрана информация, иллюстрирующая жизнь коллектива предприятий на протяжении более чем сорока лет. Интерактивные мультимедийные инсталляции содержат сотни гигабайт информации. После первой шейкскурсии у многих, что называется, подкатывает комок к горлу. Честно сказать, без какого-то пафоса, в некоторых местах даже до мурашек. Эффект такой дает неизгладимый. Я реально таких еще не видел. Действительно полное погружение у человека от увиденного. Среди инсталляций есть действительно уникальные, как этот телевизор начала 70-х. У него настоящий кинескоп, и он полностью передает изображение таким, каким его могли видеть газовики в бытовке 40 лет назад. Но источником света для кинескопа является встроенный портативный лазерный проектор. Другая уникальная инсталляция, выполненные из силикона, точные копии сварщиков «Газпром Трансгастомск», сделавших первый исторический стык газопровода «Сила Сибири». Здесь же оригинальная подпись Владимира Путина на трубе с церемонии первого стыка. Огромная работа сделана. Здесь вся история нашего предприятия. Мы сюда будем приглашать и студентов, и школьников. Все, к чему мы стремились, я думаю, что мы достигли этого. Для создателей музея этот проект – возможность отдать дань уважения тем, кто самоотверженно трудился в Томск-Трансгазе, а впоследствии «Газпром Трансгастомск», чьим упорством и мужеством была построена и развивается вот уже более 40 лет газотранспортная система юго-западной Сибири и восточных регионов нашей страны.